Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, о маркете, оставляйте ваши вопросы всех с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает насыщенный день на фундаментальные отчеты очень много макроэкономической статистики США. В 12.30 по GMT будем анализировать данные по темпам ВВП США. Также в это же самое время выйдут заказы товара длительного пользования в Штатах и первичные заявки на пособие по безработице. В 15.00 состоится выступление главы ЦБ Кристин Лагард и под закрытие торговой сессии, можно сказать, даже в переходе на торговую сессию пятницы еще выйдет отчет индекса потребительских цен токийского региона. Для нас эта статистика имеет большое значение, потому что мы ранее уже неплохо заработали на снижение пары доллар и японская иена. Но, может быть, говорит жадность и хочется попробовать повторно перезайти в эти сделки, в сделки по продаже пары доллар иена и дождаться уже локальных, новых локальных минимумов, может быть, 150 иен за доллар и потенциально даже ниже. Давайте по порядку индекс доллара. Текущие котировки 104 пункта. Ничего не изменилось. Мы на прошлой неделе наблюдали за тем, как доллар пользовался спросом. Это все следствие так называемого Трамп-трейда. То есть, когда резко возросли шансы на то, что Трамп одержит победу и станет следующим хозяином овального кабинета, то выстроили сразу стратегии, которые потенциально могут быть прибыльными в расчете на то, что именно Трамп придет к власти. Это стратегии, которые предполагают потенциальное укрепление доллара, рост доходности американских облигаций и хорошие времена для банковского сектора и сферы энергетиков. Но сейчас, на мой взгляд, все немного подустали уже политической темой США. Я очень рассчитываю на то, что вот сегодня, завтра и дальше будет больше уже торговли, не связанной с политикой, а связанной с монетарными факторами. Сегодня мы будем анализировать данные по темпу экономического роста США, завтра индекс ПСИ, индекс расходов на личное потребление. Это релизы, которые могут напрямую повлиять на перспективы американской денежно-кредитной политики. По поводу статистики, вчерашний индекс ПМА производственного сектора, снижение с 51,6 до 49,5. Плохой показатель, но был локальный нейтрализатор. Это рост активности в сфере услуг с 55,3 до 56. В целом, статистика пока не принесла нам больше конкретики и ясности касательно будущих действий Федрезерва. Но мы остаемся при прежних ожиданиях, что в сентябре ставку с вероятностью 100% снизит. Я еще допускаю, что могут быть сюрпризы в июле, о чем я говорил ранее. И если мы увидим сегодня и завтра, например, потенциально более слабые показатели ПВП и снижение индекса ПСИ, индекса расходов на личное потребление, то шансы на то, что американский регулятор смягчит национальную монетарную политику в июле, станут еще выше. И это может оказать давление на американский доллар. Золото 1377 долларов за трескунцию. Очень странно, но золото оказалось под значительным давлением, даже несмотря на снижение доходности американских трейдеров до 4,26%. Я пока, друзья, не уверен, что с этим активом может произойти дальше. Прежней оппозиции, которую открывал в расчете на рост, сейчас уже не имеет смысла держать. Лучше сфокусироваться на других финансовых инструментах. Рынок нефти 81 доллар за баррель. Высокая вероятность дальнейшего снижения. Причем основной фундамент, который стал причиной того, что очень сильно ухудшились настроения, в данном случае позитивный фон касательно потенциального перемирия между Израилем и представителем палестинского движения АМАС Нитиньях, премьер-министр Израиля, сейчас находится в Вашингтоне, выступит в Конгрессе. Будет еще несколько встреч, в том числе и с Камалом Харрис, и с Дональдом Ха Трампом. Но он намекнул, что соглашение очень близко. Соответственно, если оно будет достигнуто, давайте будем оптимистами в этом плане, то автоматически с рынка будут убраны риски перебоев поставок и геополитических премий, которые закладывались на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В этой связи нефтянка может обновить локальные минимумы. Против роста нефти также ухудшение экономических условий в Китае, замедление темпов роста. Китайской экономике эти опасения значительно возросли после того, как совершенно неожиданно Народный банк Китая взял и снизил ключевую процентную ставку в понедельник. Такое ощущение, что банк получил директивные установки от властей, что нужно задействовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы стимулировать темпы роста национальной экономики. Сантимент зашкаливает, толпа в длинных позициях, поэтому ждем дальнейшего снижения нефтянки. Фунт против доллара здесь я еще оптимист, жду движения в районе отмерки 1.30. Вчерашний блок данных индексы PMI производства на секторе сферы услуг, хорошие показатели производства, остается в зоне роста, так же, как и сфера услуг. Здесь по промышленному сектору прирост с 59 до 51,8, по сфере услуг рост с 52,1 до 52,4. Рост деловой активности будет разгонять инфляцию и потенциально может еще больше отодвинуть сроки смягчения британской монетарной политики. S&P 500 5383 пункта. Распродажи агрессивные продолжаются. Я думаю, что акции в технологических компаниях будут дальше снижаться и, соответственно, якорем выступать для основных фондовых индексов. Поэтому до сентябрьского снижения процентной ставки, я думаю, что есть шанс еще пошартить те индексы. По S&P, например, можно посмотреть на целевую обменку 5300 пунктов. Доллар в Канаде, в соответствии с нашим прогнозом, продолжается рост 1.3820. Сейчас целевой ориентир, я думаю, что можно уже забросить на планку 1.40, потому что Банк Канады снизил процентную ставку до 4,5% и дал понять, что готов действовать точно так же и дальше, потому что есть условия от агрессивного снижения инфляции и значительного улучшения ситуации на рынке труда. Добавим сюда еще и распродажи на рынке нефти, поэтому идеальные условия для того, чтобы дальше покупать пару доллар-канадцев. Доллар-иена 152.60 еще раз ждем токийские показатели по инфляции. Если увидим снижение, то, может быть, этот отсчет станет дополнительным аргументом для Банка Японии взять и повысить процентную ставку на заседание через неделю. Если мы действительно получим этот прогресс в усилении индекса потребительских цен, прогрессом нельзя, наверное, назвать касательно последствий для экономики, но прогресс для тех, кто рассчитывает на ужесточение японской монетарной политики, так можно выразиться. То, друзья, зашарим снова пару с целевой отметкой 150 йен за доллар. Ethereum 3176 долларов за одну криптомонету, скажем так, за один криптовалютный актив. Пока что запуск ETF на основе Ethereum не стал бустом для роста Ethereum, но я озвучивал детально факторы поддержки для рынка криптовалют в ходе вчерашнего брифинга. И, на мой взгляд, долгосрочные установки остаются такими же позитивными. Нужно перетерпеть вот эти локальные распродажи, потому что если рост возобновится, он будет довольно агрессивным, активным и стремительным. И Ethereum довольно в короткие сроки может оказаться выше планки 3500 долларов за один эфир. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok